Первый транспортный парк столицы насчитывает порядка 220 единиц подвижного состава. Перед выходом на линию каждый из автобусов проходит несколько стадий обработки. Каждый автобус, который приезжает в парк, проходит линию ежедневного обслуживания. Что в этом заключается? В первую очередь уборка салона. Идет выметание всего мусора, грязи и пыли. Потом происходит влажная уборка салона с применением дезинфицирующих средств. Далее идет основной этап дезинфекции, а именно аэрозольная обработка салона специальным обеззараживающим раствором. Если времени до выхода на линию немного, средство наносится генератором холодного тумана. Этот метод существенно сокращает время обработки, не теряя в качестве. Мы обрабатываем 100% всех поверхностей в автобусе. Дезинфекция салона занимает в общем 10 минут. Вот мы обрабатываем поручни, сиденья, валидаторы, забрызгиваем стекла, потолок, пол. Специалист проводит дезинфекцию в специальном защитном костюме, респираторе и очках. По словам сотрудников парка, за сутки расходуется порядка 450 литров готового раствора. Дезинфекция транспорта происходит круглый год вне зависимости от обстановки. То есть в обычный период концентрация дезинфекции составляет 0,05%. А в период обострения острых респираторных вирусных инфекций меняется концентрация. Она увеличивается в 10 раз. Далее автобус идет на автоматическую линию, где моется еще и снаружи. Машина становится под внушительные щетки, которые удаляют с корпуса всю грязь. После чего автобус готов к выходу на линию. Также организованы посты дезинфекции на диспетчерских станциях. Теперь вся техника Минск-Транса проходит дополнительную дезинфекцию во время простоя или обеда на диспетчерских станциях. То есть дезинфекция автобусов может проходить не менее трех раз уже в день. По словам специалистов, подобные меры сегодня принимаются во всех филиалах Минск-Транса. Кроме того, раз в месяц автобусы проходят техобслуживание. В этот период проводится генеральная уборка салона. Осуществляется химическая чистка сидений, усиленно вымываются все поверхности. Так или иначе, но не забываем и об общих правилах личной гигиены во время обострения острых респираторных заболеваний. То есть вести к минимуму посещения общественных мест, тщательно мыть руки с мылом, использовать лишь индивидуальные предметы личной гигиены, а также избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ.